Мы очень долго ждали миг, когда в сюжете будет сдвиг, реворк спешит нас удивить, сестер теперь не победить. После очень долгого затешья, наконец-то, Клей у нас проснулись и такие, в принципе, здравствуйте, мы тут вот принесли вам немножечко новостей. Почему это было у них? Ну, потому что, наверное, во всем мире сейчас не очень все хорошо с экологией, да? Как вы знаете, может быть, не знаете, но Клей даже какое-то время работали по удаленке, то есть некоторые люди работали дома и не приходили в офис, чтобы, соответственно, не заразиться каким-нибудь вирусом по типу коронавируса. Вот, поэтому, по этой причине не было некоторых стримов, допустим, на Твиче у них. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что из себя представляет у нас новая Венди. Венди крепко вцепилась в память о своей сестре-близнеце Эбигель. Иногда кажется, что она никогда не уходила. Сейчас посмотрим. Даже в загробной жизни Эбигель никогда не переставала присматривать за Венди. И теперь Венди обнаружила, как помочь Эбигель. Вау, как Венди нашла, как помочь Эбигель. Интересно. Ее близость со сверхъестественными вещами привела ее к таинственной практике в экзер... Экто... Экто-гербологии. Экто-гербологии? Вот это прикольная, на самом деле, шутка. Экто-гербологии. Ну, гербарии, да? Гербология. Это... Наука о цветах, ну, гербарии. Вот. А экто-типа эктоплазма. Ой, блин. О, как круто сделано. Ладно. Теперь она может создавать различные эликсиры. Нифига себе. Чтобы помочь своей сестре во время битвы. И укрепить их связь, как никогда прежняя. Эликсиры для могилы. Эликсиры, подожди. Для эктоплазмы, для привидений. Что? Она в них швыряться будет? Или сама Эбигель будет их пить? Это странно. Обновление Венди будет доступно на следующей неделе, 19 марта. Ну, слушай, не так уже долго ждать нам так-то осталось. Неделечка. Неделечка какая-то. Да и вообще, ждем. Вот некоторые детали, которые вы сейчас узнаете про Венди, если не знали. У Венди есть цветок, который может вызывать ее духа сестры Эбигель. Ну, это окей. Это, ну, типа, это не реверк, но это оставили. Окей, это хорошо. По крайней мере, мы знаем, как кто... Максвелла на вас не хватает. По крайней мере, мы точно знаем, как вызывать Эбигель. Потому что это уже не привыкать нам, да? Призрак Эбигель становится сильнее со временем. В случае гибели прогресс начинается заново. Ну, то есть он не от времени суток. Раньше, вроде бы, он был сильнее от времени суток. Не помню, как давно это было. Но, тем не менее, когда я когда-то играл за Венди, у нее призрак становился сильнее именно вечером. И больнее бил. Может быть, и оставалось. Сейчас он будет, типа, наращивать свою мощь со временем. Ну, просто. Вы живете, выживаете, и хорошо. Он будет становиться сильнее. И, причем, это в очередной раз. У нас повод, чтобы следить за своей сестрой. Я надеюсь, они немножко интеллект подправили. Ладно, смотрим дальше. Силы Эбигель напрямую связаны со здоровьем Венди. Что делает ее битву тяжелее, пока Венди слаба. Опа. Вот это, вот это, вот это интересно. Ну, то есть, прикольно. Это интересно. Некую систему сейчас напоминает, допустим, как в Overwatch сейчас сделано. Вот, я буквально недавно новость читал. Что, допустим, если кто-то знаком с Overwatch, то все бафы, которые кладутся непосредственно на основную цель. То есть, допустим, на Торбьорна, да? То так же само увеличивается и усиляется его непосредственно Торбелька. Тут что-то типа этого. Все зависит от самого носителя, грубо говоря, да? От самой Венди. А Эбигель это предаток. Ну, грубо говоря, ее оружие. Венди может попросить Эбигеля оставаться рядом с ней. Или попросить бродить в окрестностях через цветок Эбигель. Ой, прикольно. Это у нас теперь будет типа цветок, как пульт управления. Что-то в этом роде, да? Ну, слушай, здорово. Ну, что-то подобное я видел в модификации про две сестры. Я когда-то ее немножечко снимал. И там было в этом плане, конечно, удобнее. Ты мог заставить ее либо находиться в атакующем режиме. И она атаковала всех подряд. Либо в режиме атаки, когда тебя атакуют, да? Либо вообще в спокойном. Ей пофиг, бьют тебе, не бьют. Вот это удобно, потому что, если тебе хочется, чтобы она кого-нибудь не агрила. Потому что вот-вот может умереть. Вот это да. Вот это очень-очень круто. И я считаю, да. Вот это молодцы. Венди не теряет рассудок из-за призраков. Ну, это логично. Это... Еще бы она теряла. Алло. Он у нее такой вот близус с эктоплазмой. И так-то нормально все. Теперь, бродя возле надгробий, можно найти пипс-пукс. Пипс... Чё? Чё? Чего? Какие еще трубные шипы? Ничего не понял. Ладно, будем разбираться уже, когда они появятся в игре. Венди может общаться с этими пипс-пукс, чтобы помочь им обрести покой в обмен на... Моунин Глори. А-а-а. Траурная слава? Окей. Неплохо. Венди может использовать траурную славу в своей новой вкладке. Экто-гербология. Чтобы помочь своей сестре различными способами. Понятно. Они вот такую вот систему сделали. Все-таки, в какой-то мере, я был все-таки прав. Не в прошлом ролике, где я делал ее реворк с щупальцами, да, и так далее. А где мы давным-давно делали свой якобы вымышленный реворк, и думали, что можно сделать, и мы предлагали немножечко прокачивать той же эктоплазмой, прокачивать призрака Эбигель, потому что ей нужен реворк именно в этой, именно в призраке, самой ее не нужно вообще трогать, мне кажется, а вот именно призрака надо немножечко потрогать, да? И мы были правы, да, то есть получается, смотри, мы можем найти возле надгробий некую штуку, я не знаю, что это, это какой-то народец, это какие-то духи, ну, образно, представим, что это духи, маленькие, наверное, душки какие-нибудь, да? Вот, если мы им как-то помогаем, непонятно, как, кстати, мы будем помогать, накормить его, перенести куда-нибудь, что за мини-квесты, я вот не понял, да? Они нам будут давать Морнинг Глори, то есть это траурная слава, возможно, кстати, вот это Пипс Пукс, это аналогия, как из зимнего ивента были у нас, помните, маленькие печеньки, это, свинки, вот что-то типа этого, народ духов, что-то такое, мне кажется, будет, да? Вот, мы им как-нибудь будем помогать, возможно, подношения какие-нибудь делать, они нам будут вот этот вот, как был, кстати, дух, да, рождественский дух в шаре на новогодний ивент, вот, то же самое, что, скорее всего, что-то будет. Та же система просто, другая визуалка, та же система, скорее всего, да? И вот с помощью вот этого вот траурного славы мы будем улучшать нашего призрака уже, вот, это прикольно, но, получается, знаете, это в Тугезере играя, Венди какое-то время будет не с Тимой заниматься делами, да? Она в какой-то момент такая, так, я пошла, короче, апгрейдить себя, и какое-то время ее просто-напросто нет. Прикольно? Круто? Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Если от этого стоит, чтобы Эбигель действительно жахнулась в апгрейде, то, возможно, на это стоит тогда потратить время. А теперь, что касается самой Венди. У Венди уменьшен урон в бою, но она меньше страдает от негативной ауры и тьмы. Так, у Венди уменьшен урон. Еще уменьшен? Или у нее и так был один из самых маленьких уронов? А тут еще меньше? Или вообще просто говорит, что у нее уменьшен от стандартного? Вот здесь непонятно. Мне кажется, тут имеется в виду просто уменьшен от стандартного. То есть, ну, как и есть. Ну, посмотрим. Но что значит, она меньше страдает от негативных аур и тьмы? От тьмы, возможно, допустим, она меньше урона получает, если в тьме задержалась, да, и вот нас бьет вот это вот что-то во тьме, да? А что такая аура? Это типа, если мы стоим возле чего-то, что нам понижает рассудок, то у Венди это понижает меньше, да? Да? Я не знаю, не понял. Урон Эйбегели напрямую зависит от количества врагов, с которыми она сражается. Вот это жестко. Что позволяет ей быть малоэффективной против единственного врага. Опа, одного врага меньше урона. Но хорошо себя проявляет в борьбе с толпой. Во, вот так у нее зависит. Я что-то подумал сначала, что они имеют в виду, что чем больше врагов, тем меньше она им наносит. То есть, ну, типа, урон распределяется, типа, допустим, она бьется плэшом, кому-то нанеслось, а кому-то не нанеслось. А тут наоборот. Если она против одной цели бьется, ну, в принципе, как и сейчас, да? Против одной цели бьешься, ну, это она наносит, конечно, какой-то урон, но более эффективно было бы использовать против топпы. И тут то же самое. Но только теперь она даже и наносит больше урона. Не просто, знаешь, одну единицу урона, но и больше. Вот, вот это здорово. Вот, вот это неплохо, нормально, мне нравится. У нас также будет новый анимационный ролик, и мы добавим новый твич-дроп с кристальной коллекцией. О, кристальная коллекция. На самом деле, хорошо, потому что с кристальной коллекцией, если я не ошибаюсь, у нас только посохи были до холодильника. Все вроде бы, да? Может быть, еще что-то, может, я что-то упустил. Наконец-то у нас твич-дропсы возвращаются с кристаллами. Это круто. Увидимся на следующей неделе, да. И новый анимационный ролик, кусочек вы, который уже, конечно же, видели все. Я не буду в очередной раз, наверное, его показывать, потому что, ну, все догадывались, что это Венди. Это действительно Венди вышло. Это очень-очень здорово. Но, вообще, честно, реворк Эбигель пока что, пока что очень, ну, в основном это реворк Эбигель, да, пока что он выглядит очень сыровато. Ну, как сказать, потому что я его не вижу. Потому что непонятно, что конкретно она будет там улучшать Венди для Эбигель, да. Непонятно, как все это будет влиять, что за зельки. Зельки, это она как раз-таки будет варить эктоплазму, да, грубо говоря, да, в своей эктогербологии, в своей вкладке она будет варить какие-то зельки, что улучшает. Наверное, она их будет сама пить, сама Венди, да, а Эбигель от этого будет бафаться. Скорее всего, так все будет. Вот, честно, мне просто интересно ваше мнение, как вам тогда в сравнении с моей идеей, что я предлагал, вот, если не смотрели, то посмотрите, вот, там, видеоролик насчет реворка Венди, насчет призрака теневой, что она становилась бы тенью, именно, ну, именно кошмаром. Как по мне, лично, вот, да, Венди пока что смотрится не ахти, ну, вот, пока что, да, когда она выйдет, что из нее сделают, вот, там, вот, скорее всего, мне понравится, но это надо посмотреть. Причем, еще, вот, я очень, очень сильно, больше всего я ожидаю из всего этого, не реворк Венди, не Эбигель, я не играю за этих персонажей, я, безусловно, понимаю, что есть люди, которые прям просто ожидали, наконец-то, Венди, Венди, ура, будет с нами. Я лично никогда не был приверженец любви к этому персонажу, мне не столько интересен ни Эбигель, ни Венди, ничего, это не интересно, как лор. Вот, видеоролик с лором, пожалуйста, мне покажите, что вы придумали, чтобы посмотреть и увидеть, что, что, что будет, а не как вот с Вуди. Да, ладненько, на этом, наверное, сегодня закончим, я надеюсь, вам понравилась вот такая вот небольшая новость, подписывайтесь на канал, если хотите больше узнать новостей о Дон Старве, и не только, о многих играх Клей, вот, подписывайтесь также на мой второй канал, у меня есть второй канал, там ролик, по идее, вот, даже, вот, выйдет вот-вот, сегодня, есть там хорошие игры, правда-правда, ссылочки есть все в описании. Также, как всегда, не забывайте становиться спонсорами и патронами канала, YouTube сейчас полный редиска, он не позволяет ни в коем мире развиваться, все финансы, которые он дает, он режет просто в какашку, и только те люди, которые хоть как-то мне немножечко помогают своим спонсорством, они, конечно же, безусловно, получают за это какие-то свои небольшие плюшки, но, тем не менее, я больше благодарен им вот так вот словесно и душевно, они просто поддерживают меня на плаву. Всем вам же огромнейшее спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, до скорого и не голодайте! Субтитры сделал DimaTorzok